всем привет дорогие друзья сегодня я к вам с новым видео моих находок в секонд-хенде моих винтажных украшений не очень винтажных всяких и разных вот вот они все перед вами на столе сейчас я все это подвину и начнем все рассматривать предельно подробно и интересно у меня сегодня новая подложка я надеюсь что она будет не будет шуметь не будет кромыхать у меня вечно какие-то сложности с этим делом я все-таки стараюсь и ищу ну все давайте начинать ну что ж давайте начнем с этой брошечки она очень интересная не знаю насчет возраста но я бы хотел чтобы вы ее рассмотрели вместе со мной как она интересно сделано в золотом металле в середине такие вот как будто тычинки пестики ну конечно это цветочек но посмотрите как интересно он сделан из таких тоненьких тоненьких проволочек все это вот так вот погнуто и закручено и в центре вот такие как будто бы печеньки правильно это называется с малюсенькими такими голубенькими камушками я не знаю точно что это такое но скорее всего что это пластик сзади она выглядит вот таким вот образом мне трудно сказать за ее возраст но я думаю конечно что она не очень современная потому что видите она собрана на пин и вот это вот задняя сторона обратная вернее сторона она выглядит как австрийская или немецкая брошка вот они чешская может быть они обычно делали вот такие вот сзади заднюю часть броши насчет булавки тоже не знаю не скажу но все работает туговатенько но открывается закрывается все на месте все в порядке вот такая вот при прелестная вещица необычная оригинальная видите как они здесь немножко даже двигаются я не знаю так надо ли они просто плохо плохо закреплены потому что двигаются то все двигаются наверно так и надо чтобы она немножко такая была в движении motion ну вот такая вот смешная интересная брошка очень интересно очень необычная я первый раз честно говоря встречаю что-то подобное вот следующая брошечка простенькая я бы сказала это брошь бабочка броши бабочек очень-очень много везде на любых платформах продаются на ютюбе они встречаются довольно часто их невероятное количество невероятные варианты два вида это брошки это цветочки и бабочки по моему самые распространенные броши вообще которые производятся и производились но вот несмотря на это она мне понравилась очень благодаря своим вот красивым очень синим кристаллом такая знаете минималистичная я бы сказала скромная но при этом довольно роскошная небольшого размера вот так она выглядит сзади трудно сказать опять же возраст я думаю что она довольно современная вот вот эта вот часть центральная она такая выглядит как штамповка поэтому я думаю что она современная брошь насчет кристаллы это или насчет того стекло это или пластик я взяла вот другую палочку мне сказали что я стучу неправильно стучалкой что она должна быть длинная у меня была такая короткая штучка это такая длинная у меня палочка ну как всегда икеа нас выручает и давайте постучим да я думаю что это стеклышки да я думаю что это стеклышки так что вот такая вот миленькая милейшие приятная стеклянная следующий у нас кулон цепочка я ведь и вот еще оставила на ней цену ведь и некоторые у меня с ценой некоторые нет зависит от того как они у меня некоторые я снимаю потому что некоторые я даже уже носила были ножницы так стоило на вете 5 долларов можем я так чуть плохо вижу почему-то я очень плохо вижу сегодня свою камеру что-то мне с глазами вот вот такая вот приятная тонкая нежная цепочка господи слава богу ничего не громыхает и не стучит наконец-то я нашла хорошую подложку которая не шумит но она немножко может быть отсвечивает и бликует я надеюсь что нет я надеюсь что вам все хорошо видно я когда ее увидела я честно говоря подумала что это натуральный жемчуг мне почему-то так и кажется что это натуральный жемчуг вот как-то не знаю можно жемчуг стучалкой постучать но по моему я не знаю как должен стучать звенеть и звучать жемчуг если честно приглянулась она мне я даже где-то понадеялась что это серебро понадеялась что это жемчуг натуральный но жемчуг да может быть но серебро это не серебро эта штука имеет маркировку маркировку маркировка у неё вот так вот сделано ой сейчас плохо отсвечивает я находила это несколько букв LBYR такая вот длинная маркировка первый раз мне попадается такое украшение я честно говоря затруднилась понять что это такое но я нашла в интернете несколько украшений этой компании они не очень дорогие их продают где-то за 20 долларов за 25 что такое то есть в общем особо конечно ценности в ней нет конечно же она цепочка не серебряная хотя я надеялась но вы знаете серебро особо не стоит много денег но тем не менее ну всегда приятно но жемчужинка мне кажется настоящая уж очень она такая не знаю похоже на настоящую здесь несколько кристалликов очень нежное очень симпатичное украшение с подходящими сережечками по моему будет очень классно смотреться вот такая вот вот такая вот жемчужинка черную следующее украшение это бусы мне они приглянулись потому что во первых они я люблю вот такие вот такой мелкий бисер в сочетании с жемчугом это очень симпатично плюс на них была этикетка а кстати этикетка у меня нету за сколько я купила но тоже долларов за 6 наверное то есть видите они с этикеткой оригинальные из магазина здесь написано 1976 я надеюсь что это год может быть такой может но видите здесь другие есть цифры 42 91 что не может быть не ничем скорее всего хотя может быть это там 4 4 число 2 месяц нет но не может быть уже такой прямо даты это же не не кефир который может испортиться что нужна дата выпуска я думаю что 1900 1976 это год выпуска я так понадеялась но может быть и нет хотя вот это вот этикеточка такая знаете она производит впечатление старенькой здесь написано элан buy more что-то такое видите здесь отрезано видимо было название бренда или какой-то компании не знаю но пить она действительно производит впечатление бусы вот фасон и все и как бы застежка вполне очень может быть что это 70-е годы очень приятная вещь приятный жемчуг он тут немножко в хорошем состоянии видите в некоторых местах вот есть вот такие вот это повреждение это я даже не понимаю что это знаю что это такое но это безусловно пластик ведь его там много где такой где-то он лежал не знаю но это не стекло они очень легкие вот здесь вот металлические такие элементы и от них идут вот такие бисерные бисерные бусы очень милые очень приятные я люблю такие по моему очень симпатичное украшение следующее украшение опять черный жемчуг посмотрите какая красота необыкновенно красивая брошь но с потерей вот здесь вот не хватает жемчужинки причем жемчужинка должна быть с дырочкой чтобы надеть ее на этот пин но я не смогла ее не купить потому что она необыкновенная красавица маркировок нет я так искала так искала так надеялась потому что здесь много всяких каких-то неровностей каких-то непонятностей я все надеялась что что-то из них будет маркировка но маркировки нету иголочка за возраст не скажу похоже вот такие темные броши обычно они более современные хотя трудно сказать скорее всего она не очень старая но она необыкновенной красоты я не помню сколько я за нее заплатила я думаю что тоже доллар три четыре пять что-то такое нет по моему поменьше потому что было по за счет потери они по моему и уценили доллара за три наверно она продавалась но я думаю что найти такую жемчужину я найду это небольшая проблема эти вот здесь некоторые вот так вот они как-то даже как-то она не ровно стоит потому что они не приклеили приклеены но они стоят на пине вот такая но она очень красивая она такая эффектная потрясающей красоты такие красивые стразы так так они переливаются так они блестят не могла удержаться решила что я конечно должна найти для нее жемчужинку чтобы восстановить ее не помню даже какие-то были сережки похожие я покупала в одном из своих в одном из своих вояжей в секонд что-то похожее у меня есть такой черный жемчуг кстати я бы ее носила может быть возможно даже с этим кулоном но кулон серебряный а брошка такой черного черного металла но в принципе вам можно вполне носить вот такая вот красоти красотища очень красиво на мне очень нравится очень хочу ее вернуть к жизни еще одна брошечка очень необычная знаете у меня сегодня какой-то видите проволочный проволочный показ вот это вот вот это вот брошечка намотанная из проволочек сделано намотанных и это посмотрите какая она странно необычная как как необычно она сделана опять же ничего такого я не встречала подобного маркировок нет в интернете я ничего подобного не нашла возраст мне кажется у нее довольно достойный давайте к ее рассмотрим тоже очень такой довольно часто встречающийся сюжет в брошках корзиночка с цветами цветочки эмалевые здесь еще имеются бусинки такие прозрачные и они все видите они все на проволочках и они все все подвижные и даже некоторые из этих цветочков они вот такие вот подвижные потому что они все прикреплены на проволочках и вот этот бантик это все как бы такое не 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 закреплено все вот она вся видите все такая двигающаяся это очень интересная брошь очень необычная очень красивые посмотрите какие красивые эмалевые цветы и конечно очень не обычная обратная сторона вот все вот этих цветушки бантики вот эти вот босинки они все закреплены на вот этих вот проволочках которые продеты вот это вот вот это вот крепление и все как то вот так закреплены здесь интересно правда очень-очень необычная брошь и вы знаете что я заметила что одна из проволочек видите сделано вот таким вот таким колечком чтобы видимо возможно было ее носить как кулон вот так мне кажется вот специально они так сделали выгнули ее чтобы был как будто бы такой держатель для цепочки или шнурка ну я не думаю что как он хотя может быть как и кулон можно ее носить но вряд ли может быть это не для этого может просто так у них она согнулась не знаю ну по-любому брошка конечно необычная очень необычная и цвета красивые нежные эмаль такая хорошая сахара прекрасно сохранившись и нигде никаких скулов все все на месте удивительно что я не нашла ее нигде в интернете потому что по-моему она довольно такая интересная следующая вещь это браслет безусловно винтажный с огромным количеством потерь куплен пол мной за 4 доллара что я считаю дорого потому что он очень в нем очень много потерь его надо очень сильно восстанавливать но я не могла отказаться и не взять его потому что на мой взгляд он очень винтажный я находила подобные браслеты он немножко похож на браслет голдет вот есть известная такая компания на браслет я нашла похожий браслет по моему кора сейчас я посмотрю точно я не помню одну секунду да я нашла похожий браслет кора сороковых годов там написано что он сороковых годов но он маркирован этот браслет не маркирован и конечно надо будет его восстанавливать опять же я не смогла его не купить потому что мне кажется что он действительно очень винтажный так 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 видите застежка никаких маркировок к сожалению нету и очень много не хватает камушков не хватает вот таких вот голубых камушков под бирюзу здесь не хватает ровно собственно говоря только один присутствует и не хватает раз два три три нужно три нужно найти вот таких вот камушком мне кажется что это небольшая проблема потому что они такого размера довольно стандартного квадратные может быть и проблема не знаю очень интересно сделано вот это вот задняя часть вернее обратная сторона это вот такой вот специальное плетение все время забываю книжное книжное плетение или как-то так вот это называется ну и безусловно он конечно старенький еще в одном месте есть них не хватает вот так увидите вот здесь вот такие жемчужинки маленькие вокруг красного камушка а вот здесь они их нет отсутствует я кстати этого не заметила потому что здесь вот как раз был прикреплена цена я даже этого не видела но уже придя домой я разглядела что не хватает вот этих вот веночков таких из жемчужин видите везде они есть она одну на одном элементе их не хватает хотя это даже трудно разглядеть что здесь чего-то не хватает они как-то эти приклеены что ли не знаю смогу ли я найти что-то подобное но я подумала что если один будет вот без этого это тоже как-то не будет бросаться в глаза потому что здесь много элементов есть других которые нужно рассматривать посмотрите какие здесь красивые цветы звенья эти здесь жемчужинки и вот конечно отсутствуют голубые камушки я думаю что они просто все потеряны выглядит он на руке ну в общем трудно 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 показать потому что в общем его надо восстанавливать но по-любому он конечно необыкновенно красивый просто не знаю смогу ли я его восстановить но я решилась взять потому что мне было понятно что это винтажная вещь очень красивая и очень старинная так и последнее у нас украшение на сегодня это серьги ведь и куплены были за 3,99 одна серьга оставила я на этой штучке вторую сняла сейчас я эту сниму чтобы показать вам и так серьги мне почему-то даже кажется что они возможно ну винтажные это точно возможно даже и более старинные не знаю почему-то у меня такое ощущение значит обратная сторона сделано вот таким вот образом может я конечно ошибаюсь девочки но мне вот знаете вот как-то показалось этот вот пайка не выглядит она как современная в наше время как-то так не делают может быть это было как-то приделано потом кем-то потому что вот эта душка довольно такая довольно такая дешевая и я не знаю в общем опять нужно ваш совет и ваше мнение по поводу этих серег мне почему-то кажется что они винтажные немножко повреждены вот эти вот жемчужины здесь принципе нормально здесь тоже она такая немножко поцарапанная но не сильно все на месте все жемчужинки на месте ну вот как-то смутила меня вот это вот вот эта пайка и вот это вот крепление это все выглядит как-то очень очень по старинным нужно ваше мнение и ваша экспертиза потому что я не очень доверяя своей экспертизе ну вот какая-то чуйка мне подсказывает что это серьги винтажные возможно даже где-то вот каких-то тридцатых сороковых годов очень интересные очень необычные вот такие вот интересные сережки ну вот дорогие друзья такие на сегодня у нас украшения такие интересные находки я надеюсь что вы мне поможете с этими серегами разобраться что к чему и прослед в общем жду ваших отзывов ваших мнений по поводу моих сегодняшних находок на сегодня все и мы с вами встретимся в следующем видео обязательно увидимся в другом видео видео примерок болталок старинных и не очень украшений и в общем то всего чего вы любите а на сегодня все всем привет из холодной при холодной канады и всех люблю целую увидимся совсем скоро в следующем видео пока пока бай в следующем видео